меню как устроено меню wordpress давайте в этом видео разберем меню внешний вид меню у нас с вами меню на начальном этапе создания сайта не создана хотя наши менюшки выскакивают здесь вы помните мы создавали главное у нас меню имеется ввиду это вот верхняя часть меню также бывает и внизу еще но мы будем говорить именно про главное меню наверху здесь мы можем также перейти к визуальной настройки и давайте создадим первое меню я пишу меню 1 здесь также можно поставить галочку автоматически добавлять в это меню новые страницы если галочку поставим и после вы пойдете в странице добавьте новую эта страница автоматически добавится здесь но можем поставить и также область отображения основное меню это имеется ввиду наши верхние основное меню и область отображения меню футур вот это меню футур это позволяет наша тема не все темы поддерживают нижнее меню особенно бесплатные какие-то небольшие темы как правило они не поддерживают дополнительное меню мы выбираем отображать основном не нажимаем создать меню также мы можем видеть здесь управление областями здесь основном меню наше создано только что меню 1 и меню футер можно назначить то же самое меню либо создать здесь например меню 2 потом перейти сюда и выбрать меню 2 здесь для нижнего титул то есть если меню внизу у нас будет отличаться от нашего основного меню теперь поговорим вот здесь вот про левую колонку у нас не задано видите элементы в меню нет у нас два меню который мы создавали в прошлом видео и мне естественно до оба сюда добавить ставим галочки добавить меню вот так это выглядит нажимаем сохранить меню не забываем об этом визуально у нас ничего не меняется все то же самое только у нас стало первым зажимаю левую кнопку мыши перетаскиваю сюда также здесь раскрываем можно менять название удалить меню то же самое здесь очень легко делается вложенное меню например при наведении мыши на главное чтобы выскакивала еще меню покажу на примере у нас зажимая левой кнопкой мыши у нас и оттягиваю просто вправо и отпускаем теперь здесь помечается дочерний элемент если нужно отменить также левой кнопкой мыши обратно возвращаю давайте сделаем дочерним сохранить и как это будет выглядеть на сайте у главные появляется стрелочка маленькая и при наведении появляется пункт у нас внешний вид дизайн зависит от темы которого использовать соответственно настройки дизайна меню тоже существуют в данной теме astra верну меню на место также когда вы добавляете много менюшек и здесь в меню их не видите можно нажать все тогда увидите отображение всех меню в меню можно добавить все что угодно например записи но наши статьи вы помните просто добавить также дальше произвольная ссылка и рубрики как категория и давайте скомбинируем на примере меню блок сейчас я создам и выводим под пункты категории wordpress и jumbo я это сделаю а вы соответственно получите опыт и уже потом сами сможете меню настроить под себя и так как я буду комбинировать произвольная ссылка то есть мы можем просто вставить ссылку а я сделаю вот что текст ссылки блок вместо ссылки я ставлю решетку то есть таким образом делаю это меню не кликабельным нажимаю добавить меню вот блок появился нажимаю сохранить посмотрим вот блок если я кликаю меня никуда не перебрасывает так и должно быть если блок является так сказать родителям а его дети это будет сейчас под пункты категории наши с вами jumbo и wordpress то есть наводя мышь на блок мне нужно чтобы он был не кликабельным а выскакивали под пункты меню но это как вариант если вам нужен чтобы и блок являлся ссылкой на какую-то вашу страницу то вы запросто сможете это сделать теперь рубрики выделяю нужные рубрики и добавляю в меню и соответственно делаю под пункты вы даже можете сделать вложенность третьего уровня если это нужно смотрите просто оттягиваем еще больше давайте посмотрим как это выглядит обновлюсь видим блок jumbo у jumbo тоже есть стрелочка и вот он wordpress то есть вложенность третьего уровня если хотите это можно сделать таким образом у нас с вами уже получается полноценным меню то есть категории например jumbo где идут много много статей относящийся к jumbo также и wordpress ну и соответственно запись можно чтоб сама запись являлась менюшкой вот она она будет вести сразу на запись в открытом виде где человек может сразу оставить комментарий на этом урок работы с меню закончен а я вас жду в следующем видео